Эхо Великой Отечественной войны отзывается до сих пор. И сегодня, пожалуй, нет в России такого города, где не сохранилось бы памяти о своих героях. Для Брянска одним из них стал Дмитрий Николаевич Медведев. Но оказывается, не только для Брянска. В Москве командир легендарных партизанских отрядов «Митя» и «Победители» тоже хорошо известен. В обычной школе на окраине столицы создали в его честь специальную экспозицию. Это личные вещи Дмитрия Николаевича Медведева, которые были переданы нам сюда, в школу, в музей. Конкретно его супругой Татьяной Ильиничной Медведевой. Это книги Альберта Вениаминовича Цесарского, врача партизанского отряда. Собственно говоря, с одной из книг у нас и началась работа по сбору материалов по нашему музею. А все началось именно с книги Альберта Цесарского под названием «О чем говорил мальчик». В 1962 году этот сборник рассказов на урок по литературе принесла педагог Ираида Тагаченкова. Сегодня она вспоминает, как судьба партизан заинтересовала учеников. Чтобы узнать больше, вместе они начали собирать первые экспонаты будущего музея. А еще разослали сотни писем, чтобы найти оставшихся в живых разведчиков. Мы не думали о том, что где-то мы, кто-то от нас будет знать. Нет. Задача нашего коллектива была, чтобы школа стала авторитетом. В новостройках, в новостройке трудно начинать. Вот чтобы о школе знали родители и чтобы школу любили и уважали дети. И лишь спустя годы об этом музее узнали у нас в области. Контакт с московскими коллегами удалось быстро наладить. А брянские политики сочли просто необходимым отметить вклад в дело сохранения о памяти Дмитрия Николаевича Медведева высокой наградой – медалью в честь подвига партизаны-подпольщиков. У нас сейчас вот прекрасный повод поговорить еще о связях Москвы и Брянщины с именем Дмитрия Николаевича Медведева. Оказывается, не только у нас в Брянске есть музей Дмитрия Николаевича Медведева, в котором уже 35 лет, но и в Москве тоже музей отрядов МИТИ и победителей, которым командовал Дмитрий Николаевич Медведев. И вот, учитывая заслуги коллектива 463-й школы, распоряжением правительства Москвы с 2005 года эта школа носит имя Дмитрия Николаевича Медведева. В зале чувствуется некое волнение, ведь к собравшимся обращаются юные медведевцы – ученики школы номер 463. Их всего-то 11 человек. Но что особенно подчеркивают московские педагоги, эти дети приняли самостоятельное решение заниматься музеем. Стоит у вечного огня, сняв кепку ветеран. Приходит он весной сюда почтить погибших партизан. У такой важной темы, как военно-патриотическое воспитание, не должно быть географических границ. К слову, сотрудничество в Москве ведется и с Дальним Башкортостаном, где есть школы имени однополчанина Медведева, героя-разведчика Николая Кузнецова. И даже со странами дальнего зарубежья – США, Германии, Японии и многих других. Брянск же среди всех играет ключевую роль, ведь наша земля – родина человека, так тесно связавшего всех общим делом. Прежде всего, низко кланяю с тем, кто много лет тому назад начал создавать этот музей. Низко кланяю с тем, кто все эти годы его бережно хранил. Что вы выстояли в тот период безвремения, когда разные упреки были в адрес орденов государственной безопасности, клеветнические в большинстве в своем упреке. Вот Дмитрий Николаевич Медведев – это как раз образец того чекиста, на котором воспитывалось не одно поколение. И, конечно же, медали партизан и подпольщиков, которые получили в этот день руководители музея – заслуженная и весьма символичная благодарность. Ведь герои живы, пока живет память о них. Для нас сотрудничество с Брянской областью, с такими городами-побратимами, с городами, где есть школы, в которых также развиваются музеи партизанского движения, музеи боевой славы – для нас это очень важно. Виталий Угримов, Александр Друсинов. События. Москва.